Здравствуйте дорогие друзья и мы начнем наш третий урок по созданию карт и вообще по World Editor Warcraft 3 и в этом уроке мы разберем создание нестандартных способностей в редакторе объекта. Для начала нужны герои, я взял двоих, ну и их способности. Урок будет подробный, мы разберем каждое значение способностей, на котором мы выберем. Вот, дальше. Перейдем во вкладку войска и найдем наших героев. Вот, например, горный король. Данные способностей нашего героя. Для начала, пока мы их удалим. И у второго тоже удалим все способности. Вот, дальше. Перейдем во вкладку способности и найдем, например, способность Буран. Мы переделаем ее. Создадим нестандартные способности на основе Буран. И давайте на основе Молот Бурь создадим способности. Переименуем их, чтобы мы не запутались. Например, Буран плюс и Молот Бурь тоже плюс. И давайте перейдем ко всем параметрам. Анимация. Этот параметр отвечает, с какой анимацией воин будет проигрывать данный спелл. В принципе, здесь у него две анимации, то есть удар по земле. Если посмотреть вот здесь, то анимацию можно пролистать и посмотреть здесь. Первое слово и есть, будет чаще, будет с большей, как бы, вероятностью использоваться. То есть, например, вот у нас тут есть стенд 4 и стенд ready. Если мы наберем стенд 4, то будет проигрываться стенд 4. Если просто стенд, то любая, либо все из этих анимаций. В общем, перейдем дальше. Анимация дистанционной атаки. То есть, как будет лететь скилл. То есть, какой предмет. Например, в данном случае у нас Молот. Например, давайте поменяем на какую-нибудь, вот, на одержимость, на эту Банши. Дальше. Автоматическое наведение. Да. Воздействие мы не будем трогать. Мак. Это, то есть, с какой анимацией у нас проиграет кастер. Например, у нас кастанул. И под ним, например, заплелись корни. Гнев деревьев. Вы это увидите. Область воздействия. Графика. В принципе, тоже понятно тут все. На области воздействия, если будет создаваться какой-то эффект. Но мы это все пропустим. Пентаграмма используется. В списке персонажа будет, как бы, значок, иконка. И какая иконка будет. Например, будет невидимость. И при исследовании можно тоже какого-нибудь неисплинчивость. То есть, две раза можно хоть одну, хоть другую. В положении кнопки X, Y исследовать. Это, этот параметр отвечает, где будет находиться кнопка. Кнопка исследовать и используется. Таблицу я приведу где-нибудь вот здесь. Дальше. Скорость дистанционной атаки. То есть, с какой скоростью будет лететь наш снаряд. Например, 500. То есть, как бы, до, чтобы было видно, что замедлилось. Дальше. Траектория ракеты. То есть, этот параметр означает, что будет по дуге, либо по прямой лететь снаряд. Цифры здесь в процентах. То есть, если 1, это 100%. 50, это 50% искажения траектории. Графика цель. Какой эффект при попадании в цель будет создаваться? Например, давайте. Будет заклинание крови. У нас содержимость. Летящий снаряд. Цель будет заклинание крови. Горячая клавиша. Выучить и изучить. Буква Т. Все это на английской раскладке. На русской вы не напишите. Но пускай будет Т. Название. Молотбурь плюс. Подсказка. Выучить. Тоже давайте исправим на плюс. Подсказка выучить. Это полное описание нашего скилла. Порядок строк включен. Этот параметр означает, какая команда будет выполняться при касте данного заклинания. То есть, в нашем случае, Thunderbolt это будет... Как бы... Как ты сказал-то? В общем, ладно, проехали. Это для триггеров, в принципе, нужно. Порядок строк. Это то же самое. Все к порядку строк. Технологии. То есть, мы можем поставить какие-либо требования, чтобы герой мог использовать эту способность. Опять же, это все для мили-карт. Требования уровня. Например, мы хотим, чтобы герой... Чтобы данный скилл герой отдавался только на определенных уровнях. Так же и пишем в виде таблицы. Например, первый уровень, пятый уровень, десятый уровень. Ну, нам это не надо. В общем, для примера я показал вам. Относится к герою. Да, то есть, скилл... Относится только к герою. К воинам не относится. То есть, воины не могут использовать этот скилл. Ну, разве что через триггеры давайте. Относится, к примеру, к предмету. Соответственно, что нет. Нет, не к предмету. Приоритет для кражи заклятия. В принципе, эти не столь значительные. Это для ботов. Пропустить требования уровня. Это... Если ноль, то мы пропускаем все уровни. То есть, требования уровня игнорируются. Один, там, ставится через один, если здесь ничего не написано. Требованный уровень один. То есть, что на первом уровне этого заклинания нужен... Первый уровень героя. Хоть там тридцатый. Ну, у нас десятый максимум. То есть, сами уровни заклинания. Три. Всего три уровня. И получается данный. Урон. Тысячу. Например, поставим пятьсот. Ну, нет, давайте... Лучше 150. Подсказка. То же самое. Ставим, например, плюс. А если у нас, например, больше уровней, чем три, то можно воспользоваться таким вот способом. Правой кнопкой мыши и автозаполнение уровней. Написать базовый текст. Напишем, какой хотите. И нажимать ОК. Тут начать с уровня. С первого, например. Хоть с десятого. И заменить уровнем один. То есть, первый уровень заменяется уровнем один. Можно хоть второй. И ОК. И у нас идет автозамена текста. То же самое. Здесь это описание, когда используется. Это когда изучается, это когда используется. Можно каждый раз менять. Так же работает автозаполнение. Пойдем дальше. Время подготовки. То есть, если вы хотите, чтобы заклинание было не мгновенным, то ставьте тут значение в секундах. Например, одна секунда. На втором и третьем также поставлю эту секунду. Длительность воздействия герой. У нас молот будет. Получается, заклинание будет стан. И значит, на героев действует 3 секунды стан. На длительность нормальная. То есть, на другие войска действует 5 секунд стан. Заклинание. Это значит, в статусе персонажа какой будет баф. Показан баф. Это можно увидеть заклинание эффекты и... Эффекты... И это... Удар грома. Это вот... Баф сам. Пострадал удар грома. А у нас же не удар грома. В общем, ладно. Это все меняется. А, это... Оглушение паузы. То есть, стан идет. Оглушение. Это другое. В общем, тут все можно покопаться. Затрачиваемая мана. Сколько требует мана? Ну, поставим пока для теста 0. И везде так же. Область воздействия. Это если... У нас скилл... С радиусом... С радиусом поражения, то ставите. Например, можно попробовать поставить 50. Но оно тут не будет играть особо на роли. Дальше 100, чтобы видно было. Также на втором этапе мы будем поставить. Перезарядка. Перезарядка скилла. Пускай будут 3 секунды. Поставим так же. Радиус действия. То есть, радиус каста 600. Ну, чтобы было видно, давайте поставим 1500 радиус. Это очень большой радиус для скилла. Разрешенные цели. Также тут... Пусть будет так же. Дальше. В принципе, мы сделали уже нестандартный скилл. Давайте добавим ему воину. Горный король. Пускай ему будут возбуждены... И способности героя. Добавим нестандартную. И вот. Молот бурь плюс. Окей. Окей. Всё. У нас этот скилл есть у героя. Даже если у него тыкнут 2 раза, то в способностях оно уже будет. Давайте поставим его на уровне 1. Что ж. И давайте попробуем сделать второй скилл. Буран. Я его взял специально, потому что там совсем другие анимации. И... Есть, как бы, радиус поражения. И урон в секунду. И об этом у нас в другом попозже. Попозже. Буран. Анимация. Ченнел. То есть, если мы... Вот, если вы видите в скилле анимацию Ченнел, то анимация будет... То скилл будет кастоваться, покуда вы не... Ну... Нет, зовёте персонажа. То есть, будет кастоваться. И... Либо, покуда не исчезнет... Не... Не стечёт время действия. То есть, он кастует, кастует. И, например, отогнали его назад. И он пошёл назад. А скилл уже и... Прекратил использование как раз. Всё тут то же самое. Пентаграммы. Но мы перейдём, пожалуй... Это, опять же, команда. К самим характеристикам. Количе... Вот... Очень хороший... Ну, такой неплохой скилл. Можно немного поковырять. Количество вихрей. То есть, вы можете поставить 100 вихрей за одну волну. И... Будет очень... Такой буран прям... Метель даже. И количество волн. То есть... Количество волн за каст. Можно поставить... Например... 100 волн. То есть, 100 на 100. Это уже тысяча. О, 10 тысяч. То есть, 10 тысяч волн. И... Короче, это очень огромный дамаг будет. Провожён войску. Максимальный урон за волну. То есть... Этот параметр отвечает, если, например... Количество вихрей 100 и волн 10. То наш... Суммарный урон может быть 1000. А максимальный урон... 1500. То есть, уже... Мы больше 150 никак не нанесём. Давайте увеличим его немного до 250 хотя бы. На первом уровне. А дальше мы будем. Уменьшение скорости строительства. Это если... Это... Этот скилл задел здание строящееся, то замедляется скорость строительства. Урон. Урон за каждый вихрь. 30. Давайте поставим у нас вихрей много. Поставим, пускай будет как 5. И на все уровни. Урон на секунду. Это тот же ДПС. Дамаг по секунду. Можно вместо урона поставить, например, урон в секунду. То есть, герой, который был в радиусе вихри нашего бурана, то он уже будет получать не за волну, которая... Не за вихрь, до которого... На которую... Который на него упал. А вообще сразу будет наноситься урон. Также идут подсказки. Следующее время подготовки заклинания. То есть, буран пойдет не сразу, не с первой секунды. Например, пускай... Давайте 3 секунды. Чтобы было заметно. И... Заклинания. Баф. То есть, как будет выглядеть буран на... Всей области и применивший. Это значит, как будет на применившем. Баф. Выглядит. То есть, там... У применившего... Вы применили способность буран. А у... А кто заделся бураном, то... Ваша скорость замедлена. И вам наносится урон. Что-то в этом роде. Задрачиваемая мана. Поставим пока 0. Область воздействия. Радиус... Этот... Параметр отвечает за радиус воздействия. То есть, 200. 200 клеточек. Это где-то так. Например, чтобы было видно. Давайте увеличим его до 400. То есть, в 2 раза больше. И постоянно все уровни. Перезаряд. Уменьшим. По 3 секунд. Радиус действия. То есть, дальность нашего каста. Тоже давайте изменим. Не 800, а... 1000 единиц. Ага. Дальше. Разрешенные цели. Если нету, то это все. Даже и союзники, и не союзники, и прочее. То есть, мы можем этим скилом себя убить. Давайте пока берем не сам воин. Вообще. Да. Не сам воин. Убить себя не можем уже. И... Буран эффект. Посмотрим, что это за Буран эффект. Вот, кстати, Буран... Сам этот воин застегнул Буран. И Буран применивший. Просто анимация, в принципе, здесь. А, только название даже. Угу. И эффект, эффект. Эффект вкладок и вот здесь вот. И тут звук эффекта. Про... Можно, кстати, поменять. Например, вот... Даже нет. Давайте добавим звездопад. Звездопад, звездопад. Способности заклинания. Вот, звездопад. То есть у нас будет и Буран, и звезды. Это... Ух. Вообще будет четко. Что ж, и давайте протестируем. А! Также забыл дать нашему герою этот скилл. Нестандартный Буран. Плюс. Добавить. Что ж, давайте протестируем. Ой, извините, я тут забыл. Время подготовки заклинания. Поставить лучше не 3 секунды, а... Вот у нас был стандарт на 1. А... Как можно меньше. То есть это время между волнами. То есть у нас каждую одну секунду. Например, поставим... Полсекунды. И у нас будет очень круто выглядеть. Давайте уже и посмотрим опять же. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...